Друзья, сегодня мы с вами в Пуэрто-Рико. Видео снято в январе 2021 года. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики об акциях и новостях в сфере туризма. Итак, Пуэрто-Рико это остров в Карибском море со среднегодовой температурой воздуха 27-28 градусов. Тут теплый и влажный климат. Столица острова Сан-Хуан достаточно популярное место для туристов. Вы как будто попадаете в Каталонию или Гранаду. Город чистый, с испанским колоритом и это неудивительно, потому что остров являлся испанской колонией до 1900 года и здесь до сих пор разговаривают на испанском языке. Сейчас остров находится под управлением США и расплачиваются на острове долларами. Пуэрто-Рико является главным соперником Майами, поэтому и отдыхающих американцев на курорте много. Обычное блюдо в кафе стоит в среднем 15-18 американских долларов. Этот небольшой остров известен своим портом для остановки круизных лайнеров, куда корабли с отдыхающими прибывают ради красивого моря бирюзового цвета, ярких красок природы, прекрасных пляжей и богатой истории. Местные жители, как и многие южане, доброжелательные и улыбчивые. Для въезда в Пуэрто-Рико гражданам России нужна виза США. Если она у вас есть или будет, то вот вам отличный вариант для отпуска. В сувенир себе и близким можно захватить пуэрто-риканского Рома. Сан-Хуан – чудесное место для прогулок. Старинные дома и церкви, уютные площади, картинные галереи, рестораны и кафе, маленькие магазинчики и особый карибский колорит, о котором я уже говорила. Это настоящий музей под открытым небом, хранящий 500 лет истории только со времен Христофора Колумба. Пока мы с вами наслаждаемся видом, я расскажу про шопинг на острове. Остров нередко называют карибской столицей шопинга. В Сан-Хуане имеются огромные современные торговые центры, куда за покупками приезжают даже жители окрестных островов. Здесь находится Plaza Las Americas – самый крупный торговый центр на Карибах. Кстати, россиянам нравится местная кухня. А также на острове можно купить великолепный кофе, который в свое время поставляли в Ватикан. Сан-Хуан удивляет еще и тем, что здесь есть метро. Целых 16 станций. Но где вы еще на Карибах, вернувшись с пляжа, покатаетесь на метро?